Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Призрак коммунизма» и сегодня хочется вам рассказать о новом пополнении нашей библиотеки. На этот раз это не книга, это часть материалов делегату 13-го съезда ВКПБ, которое случилось в 1924 году. Этот набор материалов, эта папка пришла к нам из библиотеки великого советского композитора Владимира Дашкевича. Из знаменитого автора музыки к фильмам «Собачье сердце», «Приключения Шерлока Холмса», «Бумбараш» и многих-многих других больших советских фильмов. Владимир Дашкевич передал эту папку в нашу библиотеку. Чем папка знаменита и хороша? Почему она редкость? Почему она цена? 13-й съезд ВКПБ случился в мае 1924 года, через несколько месяцев после смерти Ленина. За год до этого, в середине 1923 года, был создан институт Ленина, который возглавил ленинский соратник Лев Каменев. Институт Ленина – это научно-исследовательское учреждение, которое задумывалось как место, где будут собираться ленинские письма, работы, гранки статей. И все теоретическое и литературное наследие Владимира Ильича предполагалось собирать как раз в институте Ленина. И в январе 1924 года Владимир Ильич умирает, и институт Ленина в ускоренном порядке готовит для делегатов съезда, который начнется весной, через несколько месяцев, специальную траурную папку. Это она и есть, специальная папка делегату 13-го съезда ВКПБ. Из чего она состоит? Папка состоит из специальных материалов. Это гранки статей, то есть рукописные, максимальные копии статей Владимира Ильича по разным вопросам. «Государство революции», «Товарищи рабочие, идем в последний бой», «О диктатуре пролетариата». То есть это специальные траурные подарочные издания делегатам этого съезда. Они в специальных папках, здесь надпись «Институт Ленина при ЦК ВКПБ», а также в этой папке, опять же, фоксимильные копии писем и статей Владимира Ильича. То есть это рукописи, переписка с подчеркиваниями, с пометками. На каждом специальный штамп «Институт Ленина». Почему это редкость? Потому что большинство делегатов увозили эти папки домой и использовали как наглядный материал для лекций, раздавали знакомым. Кроме того, здесь есть несколько фотоальбомов, где есть фотографии Ленина, где его портреты, которые вырывались и вешались в красные уголки, ставились на столы. Вот так выглядят эти фотоальбомчики. Они все проложены кальками. Кальки не тронуты. Это огромная редкость. Обычно кальки вырывались и портреты тоже использовались как раздаточный материал. Но найти подобную папку в полном комплекте – это огромная-огромная редкость, потому что до наших дней полнокомплектные папки лично не встречались, хотя я достаточно давно занимаюсь антикварной книгой. Что еще можно рассказать про 13-е съезд во КПБ? Именно на нем был сделан доклад Каменева о создании института Ленина. И эта папка – первый выход в свет института Ленина, первое издательское дело института Ленина. Во-вторых, именно на этом съезде было прочитано так называемое ленинское письмо к съезду. То есть за год до этого, в конце 1922 года, Владимир Ленин написал письмо к съезду, где я раздал характеристики членам партии. И на этом съезде, за несколько недель до съезда, письмо было прочитано в узком кругу члена Политбюро. Именно в этом письме есть сакраментальные слова, что Сталин – групп, и Владимир Ильич предлагает его переместить с должности генерального секретаря в другое место. Затем, во время съезда, это письмо было зачитано не на полном съезде, а в так называемых группах. За несколько недель до съезда случилось голосование, и кроме Троцкого и его сторонников, никто за резолюцию о перемещении Сталина не проголосовал. На тот момент Троцкий – глава Реввоенсовета, но против него объединились партия в лице Сталина, генерального секретаря правительства. А правительство на тот момент возглавляет Лев Каменев, соратник Ленина и директор института Ленина. Он замещает Ленина как председателя Совнаркома. И Григорий Зиновьев – глава Коминтерна, то есть интернационал Зиновьев, правительство Каменев и Сталин партии объединились против Троцкого. Поэтому у Троцкого не было никаких шансов, несмотря на то, что Троцкому в письме Ленина была дана самая лучшая характеристика, что он самый способный член нашей партии. Но, тем не менее, Сталин остался на своей должности, Троцкий проиграл. Письмо это было выпущено как в приложении газете «Правда» в 1927 году, а отдельным изданием вышло тоже в 1927 году, как сценограмма к 15-му съезду ВКПБ. Но именно на 13-м съезде ВКПБ письмо было впервые прочитано вслух. И материалы, которые мы получили от Владимира Дашкевича, которым мы очень гордимся, этой папкой делегата 13-го съезда ВКПБ, и первые публикации письма съезду 1927 года будут экспонироваться на нашей выставке в Ульяновске, которая откроется 12 июня этого года. Мы всех приглашаем на эту выставку. Выставка называется «Ленинская география с книгой по России». Город Ульяновск, 12 июня. Мы всю неделю с 8 по 13 июня пробудем в Ульяновске, и будем вводить группы по коммунистическим местам. Будут специальные лекции, посвященные Юзусу Варейкису, специальные лекции, посвященные Железной дивизии, гражданской войне, Владимиру Ленину. Вся красная неделя в Ульяновске с 8 по 13 июня. Еще раз приглашаем вас на выставку. Улица Ленина, дом 70. Приходите, торжественное открытие будет 12 июня. Мы весь день будем в музее отвечать на вопросы, смотреть фильмы, рассказывать интересные истории. На этом выпуск подкаста завершен. Спасибо за внимание. Да здравствует Коминтерн.